Я читаю сороковую главу из книги пророка Исаии. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима, и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Голос вопиющего в пустыне — «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит «Возвещай» и сказал «Что мне возвещать?» «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь с силою голос Твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш». Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью Своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господа, и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает Он, и ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Вот народы перед Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущая на ней, как саранча перед Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. — Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, — говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Субтитры создавал DimaTorzok